В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Мама готовит рыбку. Старший брат любит всех удивлять. Янта есть вкусно. Здравствуйте, это Отведай. Программа, в которой не только готовят, но и говорят. И сегодня у меня в гостях замечательная пара. Это фотограф Сергей Коган и его супруга Анна Коган. Ребята, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Да, давайте сразу к делу. Рассказывайте, что будем сегодня делать. У нас прям мясо такое мужское сегодня. Мяско сегодня будет и салатик. И салат креветка с луковой. Мяско и салатик. Ну, я так понимаю, что Сергей за мяско. Да, я за салат ответственная. Ты за салат ответственная. Хорошо. Я хочу предложить сделать к мяску, как выразился Сергей, соус на основе апельсина. Посмотрим, что у нас из этого получится. Да, все будет классно. Получится. Так, ну, давайте, ребят, поехали. Кто с чего начинает? Так, ну, я с салата начинаю. Нам понадобится рукола, да, зелень, креветки, помидоры, кедровые орешки, сыр. Ну, и заправка оливкового масла. Да, оливковое масло с соусом, с медом и с лимоном. И чуть-чуть любви еще. Да, ну-ка, без нее никак. Без нее никак. Никуда. Так, Сергей, тебе слово. У меня мясо сегодня. Уже сковородочка на подходе. Сейчас разогревается, и мяско будет очень вкусно. Ты его не варенуешь, ничего с ним не делаешь. Просто вот так, в таком... Дикий стайл такой. Дикий стайл. Да. Ну, хорошо. Мне понадобится цедра апельсина, мякоть апельсина. В небольшой кастрюле я растоплю мед и кусочек сливочного масла, добавлю туда цедру апельсина и его мякоть, и немножко измельченных грецких орехов. Очень вкусно. Звучит. Хорошо. Да? А за предоставленные продукты мы благодарим гипермаркет Трикота. Это большой выбор качественных продуктов в одном месте. Можно чуть-чуть масла? Да, конечно. Чуть-чуть масла. А готовим мы, кстати, Сергей, вот обрати внимание, с маслом Янта. Янта – это наш генеральный спонсор. Это традиционно высокое качество продуктов питания, натуральность которых всегда будет оставаться отличительным признаком всей продукции Янта. Поэтому мы и готовим на этом замечательном масле. Конечно. Чуть-чуть я бы еще добавил. Чуть-чуть сливочного. Можно я возьму? Конечно, давай. Прямо как бабушки наши делали. Чуть-чуть. Ты прям экспериментируешь. А я люблю экспериментируешь. Я смотрю, да? Потому что рецепты – это все лишнее. Здесь самое главное – надо готовить с душой. Вот так чуть-чуть. Раз. Аккуратненько. Раз. Пока ребята уже приступили к кухне, мне хотелось бы начать с вот такой фотографии, на которой изображен очень симпатичный мальчуган. Ну вот Сергей, конечно, знает, кто на ней изображен. Изображен на ней он, Сереж. Это детский сад или школа? Сколько тебе? Это детский сад в городе Биробиджан. И костюм шила моя сестра. Ну вот, Сереж, ты мне знаешь, что расскажи. Вот этот мальчик, ну или, наверное, мальчик чуть постарше, да, но не менее симпатичный, он уже увлекался фотографией или еще нет? В этом возрасте? Ну да. Ну, может быть, школьный возраст. Попозже. Это было чуть попозже. Самая первая свадьба была – это свадьба моей сестры, где я был гостем. Но фотограф мне все-таки разрешил сделать кадр один. Сколько тебе тогда было? Сейчас скажу. Это 89-й год, мне было 6 лет. И я сделал уже первый кадр. Не знаю, что там вышло, но в 100 пудов это был шедевр. Вот даже я не сомневаюсь. То есть, ну смотри, увлечение от фотографии с 6 лет? Или это просто такое мимолетное было? Нет, ну 6 лет я просто сфотографировал. А потом где-то уже в 2003 году я снял свадьбу друга сначала. Вот. Это был свадебный подарок такой. Вот. И пошло-поехало. Как-то мне это затащило. Ну, погоди, стоит заметить, что ты на самом деле потрясающий разносторонний человек. Помимо того, что ты известный в городе фотограф, у тебя своя фотошкола, ты преподаешь искусство фотографии молодым начинающим фотографам. Ты. Я просто, я могу начать загибать на пальцах руки. Ты шоумен и профессиональный ведущий мероприятий. Ты профессиональный спортсмен. Ты занимаешься вольной борьбой и кроссфитом. Ты профессиональный тренер по шахматам. Все правильно. Ну, да, все правильно. Ох, как у Ани там все красиво. Красиво. Аня, рассказывай. Так, сначала мы выложили, значит, руколу, салат руколы, порезали черри, помидорки напополам и распределили здесь. Сейчас я нас займусь креветками. Так. Этих нужно очистить до хвостиков, а потом обжарить на сковородке. Ну, буквально минутку. И выложить так же сверху в помидор. Так, сейчас это не делаем. Сереж, а у тебя с мясом, смотри, он может кончикать? Отлично, отлично. Мы сейчас сделали меньше мощность, чуть-чуть специально. То есть мы на первом этапе сделали высокую мощность, чтобы у нас небольшая корочка, чтобы сам сок, он из мяса не выходил, а он остался там. Сейчас мы сделали меньше мощность. И сейчас у нас еще где-то минуток 10 оно так будет потихонечку томиться, и мы будем потихонечку добавлять туда приправы, перец, соль. Но ты опять, смотри, будешь экспериментировать. Я всегда делаю по настроению. То есть надо всегда экспериментировать. То же самое фотографии, это эксперимент. То есть нет таких каких-то четких правил, что нужно снимать так, только так и никак больше. Ты экспериментируешь, чтобы было ярко. Фотографии, это на 70% это психология. Потому что мы снимаем людей, и очень часто основная работа заключается в том, чтобы расслабить человека, чтобы ему было комфортно. Это самое главное на самом деле. Вот. Кстати, то есть фотограф еще должен быть очень хорошим психологом. Ну это... Правильно? Конечно, конечно. Это норма. Без этого никак. Ну вот расскажи. Ох, как оно! Пошла зара. Аромат какой пошел, ребята. Здорово. Скажи, а с Анной вы познакомились тоже на фотосете? Или это было какое-то другое знакомство? Аня, расскажи ты мне, пожалуйста. Мне кажется, Сережа может говорить бесконечно. Он настолько... Потому что люди уже устали. Нет, не устали, но мне так хочется с Аней тоже поболтать. Мы познакомились, можно сказать, совершенно случайно. У меня есть подруга. Она меня пригласила на кроссфит. Этот клуб собрался на вечеринке, то есть отмечали день рождения, а кубу будет. Там мы и познакомились. Хотя казалось бы, да, можно было бы предположить все что угодно, что ты, Аня, например, тоже фотограф, допустим, да, и как-то профессиональная деятельность вас вела. Но, кстати, интересно, Аня по профессии врач. Да, я врач, дерматовенеролог и косметолог. Вот, вот. Какая интересная у вас пара, ребята, фотограф, фотограф и косметолог, дерматовенеролог. Потрясающе звучит. Так, я растапливаю в небольшой кастрюльке, смотрите, мед и сливочное масло. И добавляю сюда уже нарезанную мякоть апельсина, а цедру, смотрите, вот мы ее отславили. Она нам понадобится в самом конце, а сейчас у нас у нас у нас немножко сок прокипит. Да, нужно, чтобы выпарился сок из апельсина, и оно прям так хорошо возьмется. У нас мясо уже еще буквально минут 10-15, и оно у нас уже будет. Сейчас мы сделали меньше мощность, вот, чтобы приправы, они впитались, то есть пары не сильно мощные, они как бы как поры, как бани, раскрываются, и аромат трав прям проникает туда. Ну, мне нравится твой способ, вот, прям приготовление мяса. А я предлагаю нам с вами прерваться на небольшую рубрику и посмотреть, как готовят мясо настоящие профессионалы своего дела. Здравствуйте, меня зовут Симас Зервас, и я шеф-повар ресторана «Каскад». Сегодня я покажу вам, как мы готовим и сервируем идеальный стейк. Следуйте за мной. Что касается наших стейков, для них мы используем мясо высшего сорта. Black Angus русского производства. Итак, стейк готов. Вначале мы не добавляем никаких специй, чтобы не пересушить мясо. Как видите, наш стейк очень мягкий и сочный. А вот сейчас мы его приправим. Вот так. В случае, если гостю потребуется, мы добавляем соль, плюс немного острого перца. Мы всегда подаем к стейку запеченный чеснок с ароматной мякотью внутри, которую можно выдавить, немного запеченных томатов черри, розмарин в качестве украшения, ароматный чеснок, и вот он. Стейк Tomahawk готов. Основная идея сервировки – тот же самый гарнир. Здесь у нас стейк Рибай. Снова добавляем чеснок и помидоры, соль крупного помола и немного перца. Вот и все. Небольшая подсказка. У всех животных есть только две таких мягких части тела, как эта, не больше. Она очень сочная, и при запекании получается хрустящая корочка. Добавляем тот же гарнир. Все готово. Так, ну у меня здесь тонится. У меня тоже мясо идет. У тебя тоже все идет? Да, у меня идет процесс. Аня, как у тебя? Все отлично. Чеснок пошел. Сейчас будем жарить креветку. Обжаривать креветку, потом обжариваем и уже добавляем ее в салат. Я уже включил тебя. Обжариваем креветку и потом уже добавляем сверху кормер. Сереж, ну вот скажи, ты позиционируешь себя все-таки как свадебный и семейный фотограф? Да, свадебный и семейный фотограф, потому что я считаю, что у меня это не супер плохо получается. Ну вот, а скажи, все-таки ты коммерческий фотограф или остается время на творческую работу? Ну, больше коммерческий, конечно. Бывает иногда люди говорят, я там фотохуд вложник, я там. Ну, это все ерунда на самом деле. Каждый из специалистов, будь то медицина, музыка, они в первую очередь, ну это мое мнение, они как ремесленники. То есть ты должен свою работу делать на очень высоком уровне всегда. Это как раз-таки уровень мастерства. А то, что вот там мне вдохновение есть, вдохновения нет, у профессионала оно должно быть всегда. То есть ты должен для каждого заказа обеспечивать очень высокий уровень съемки. Всегда. Ну хорошо, то есть, например, еду бы ты никогда бы не стала снимать. Почему? Еду я фотографирую. Я считаю, что на самом деле не такая большая разница, что именно фотографировать. Вот, Аня, кстати, поближе ко мне пришла и хорошо. А я вот хочу тебя спросить, а тебе часто удается быть моделью у Сергея? Ты вообще любишь фотографировать? Честно, я фотографироваться не очень люблю. Вот так. Ну, как и все девушки. Я плохо получаюсь, мне нечего надеть. А как же, подожди, фотошоп. Нет? Меня очень... Сереж, кстати, как твое отношение вот к фотошопу, например, в такой ситуации? Раз, например, ранее что-то не понравилось. Ты можешь... Ну, это нормальная часть процесса, точно так же, как мы готовим блюдо, хочется чуть, допустим, перца больше добавить или чуть-чуть приправ. Ну, здесь самое главное не перебарщить, но фотошоп – это норма для любой работы. Процесс съемки меня как-то угнетает немножко. Нет, у нас есть фотографии, то есть, меня фотографируют, но я так, чтобы любитель... А кто тебя фотографирует, Аня? Сергей. Серьезно? Сроган. Так, теперь мне нужно выкладывать креветки. Давайте что-то я буду делать, а то я просто... Сереж, а ты пока займись. Вот, давайте. Нужно нарезать пластинками. Давай, 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 хорошо. Ой, а у меня самое время. Я добавляю цедру лимона. Ну, какая красота. Измельченный грецкий орех. По-моему, он будет вкусным, мне кажется. Мне кажется, будет очень вкусно. Уже запах пошел. И даю немножко этому всему. Зрители тоже чувствуют запах. На педажный шпак, если бы. А у нас что-то еще здесь будет, кроме рукколы, нет? Креветка. А еще что-то будет? А что еще, кроме креветки и рукколы, тебе там нужна кедровая орешка? По-моему, всего достаточно. Но вот, Сереж, да, уж мы заговорили о профессиональном видении любой фотографии, да, и о частичке, так скажем, своего творчества. Мне бы вот хотелось обратить внимание на несколько снимков, мимо которых мы тоже вот не можем пройти. Вот, пожалуйста, Сергей Куган посадил девушку в игровой автомат. Это творчество твое. Скажу чуть-чуть, да, это ловстори у пары. 30 июля 2010 года свадьба была. Это Вова и Аня, это мы снимали ловстори в парке. И мне все спрашивают, а как у нас залезло, как, где вход вообще? Вот, на самом деле там дверца тоненькая легко поместилась. Аня, да, там легко поместилась. И еще самое главное, хорошо, что она смогла оттуда выбраться. И она вот тоже недавно была у нас в гостях. А, да? Да, смогла выбраться и все-таки попасть к нам на программу. На самом деле она выбралась только на следующий день. Мы потом за ней высылали машину. Ну, ты хоть водички-то. Да, 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 мы там ее обязательно оставили. Да, сухой паек. Есть у меня еще один абсолютно нечеловеческий условие работы и съемки, по-моему. Это Катя и Ваня, 4 июля 2009 года. Можно чуть еще, да? Конечно, конечно, конечно. А ты можешь вот и готовить, и развивать. Конечно, конечно, конечно. Как же это вообще получится? Да, 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 конечно, конечно. То есть это реальная свадьба? Да, реально, это вот самая сложность снять все в реальной свадьбе. Просто очень часто люди, когда ищут себе фотографа, они видят, о, какая классная фотка. А она искусственная. Это сейчас модное слово inspiration. То есть когда делается съемка как? Есть модель вау, там есть платье, есть мейкап, и она в искусственном где-то месте находится, там, час, два, три. В жизни такого не происходит, как правило. Поэтому важно реализовать этот кадр в реальной жизни. Это на самом деле очень сложный кадр. Я его повторять не буду и не смогу, потому что уже нет горностая. Вот. Вот этот кадр был на горностая сделан. И самое интересное, кто не знает, я без противогаза там, да, нахожусь. Потом, если честно, у меня неделю гола болела просто. Так, у нас подгорает мясо уже чуть-чуть, пока я заболтался. Так, так давай его уже будем выкладывать. Мы сейчас сделаем просто как? Мы сейчас делаем меньше мощность, добавим, а у нас больше нечего добавить. Подожди, добавить всегда есть что. Ты, главное, придумай, а мы это быстренько соорудим. Но на самом деле, Сереж, смотри, у меня уже готов соус. Сейчас мне осталось его только пюрировать блендером, прям в коктюле. Так, ну-ка, сейчас мы это все быстро в пюре. А мясо, кстати, уже у нас готово, на самом деле. Ты знаешь, у меня тут тоже, кстати, сейчас, надо попробовать. Вкусно? Это тоже готово. Все, соус готов и мясо? Ну, может быть, одна минутка-две, пусть, чтобы она напиталась. У меня тоже практически все готово. У тебя тоже? Практически готово. Сейчас будем уже кушать. Готовим апельсиново-ореховый соус. В кастрюле растапливаем сливочное масло и мед, добавляем мякоти апельсина и тушим до тех пор, пока не выпарится сок. После добавляем тертую цедру апельсина, измельченные грецкие орехи и немного провариваем. Затем снимаем с огня, пюрируем блендером и даем немного остыть. Мясо жарим с двух сторон до образования румяной корочки. Солим, перчим и добавляем белое вино. Когда вся жидкость выпарится, приправляем мясо прованскими травами и веткой розмарина. Накрываем крышкой и оставляем на медленном огне на 5-10 минут. Подаем вместе с соусом. Аня, Сережа, ну у вас у самих совсем недавно была свадьба. Было дело такое. Три недели. Три недели. Как один день буквально. Я вас поздравляю. Спасибо. Ну расскажите, как все прошло, как готовились, как планировали. Готовились очень долго, где-то целых, наверное, дней 6,5. Винной, может быть, 7. Ну да ладно. Серьезно, за 7 месяцев. Это как в следующий раз быстро не женись. Да, это как в следующий раз так быстро не женись. А это было твое опять вот это вот экспромт такое решение? Ну у меня субботы заняты, пятница, поэтому мы сделали в среду. Причем в октябре месяце у меня в одном ресторане было сразу три свадьбы, где я был женихом, где я был ведущим, где я был фотографом. И вот сейчас недавно был еще раз фотографом. На все руки просто мастер. Ну а как так, Ань, а как для девушки? Это же нужно готовиться. Хочется месяцами что-то выбирать, смотреть, обсуждать с подружками, с мамой. Так и было? Смаковать весь вот этот процесс. Но это было, а то Сергей говорит за 6 дней. В ускоренном варианте было, да? Нет, знаете, все как-то быстро и с платьем. То есть я его нашла буквально за один вечер, можно сказать. Платье, то, которое я хотела, платье, можно сказать, моей мечты. Все быстро произошло. Все прямо так совпало? Да, раз, раз и все. Упало все быстро, и как-то мы особо сильно там и не готовились. То есть все как нужно было. Как так бывает? Ну здорово. Сделали хэштег в Инстаграме, Кован Женя. Главное хэштег. Главное хэштег в Инстаграме. 21 век, да, да, да. Здорово. Ань, расскажи, что у тебя? По-моему, готово практически или еще нет пока? Нет, я сейчас делаю заправку. И в принципе все выкладываю. Креветки, потом сыр и сверху заправку. А соль, перец, будешь ли? И кедровые орешки. И кедровые орешки. Соль, у нас есть соус и соус, который выглядит соленым. Он так соленый. Сереж, ну вот скажи, у разных фотографов один и тот же человек в объективе, да, и на снимках выглядят по-разному. Почему? Почему, 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 был светофор зеленый. Ну-ка. А потому. На самом деле надо любить то, что ты делаешь. И на самом деле фотограф, каждый автор, он в объективе видит себя. То есть мы через себя это проносим. То есть любая фотография это то, как фотограф видит. То есть мы как бы залезаем в его шкуру и его глазами смотрим. Очень часто, то есть если фотография такая серенькая, уныленькая, то и скорее всего внутри человека это же самое. То же самое, как художники, да, то же самое. То есть можно внутренний мир, да, понять. И наоборот, если яркая, живая, там, драйв, кураж, там, что-то вот такое в кадре, значит, скорее всего человек такой же. То есть все-таки, чтобы делать радостные, красивые, счастливые фотографии, нужно испытывать тоже чувства внутри себя. Конечно, конечно. Обязательно. То есть это норма. И это на самом деле одно из самых сложных, чтобы ты всегда, как профессионал, был на очень высоком уровне. Вот это самое сложное. А вот о профессионалах и о непрофессионалах. Вот смотри, сейчас интернет доступен, в нем все есть. Техника в магазинах, вот любая. Просто иди покупай зеркалку и сейчас, ну, если не каждый второй, то каждый третий просто у нас подобран. Да, конечно, в телефоне, да, конечно, конечно. Вот как ты к этому? Так ладно, в телефоне есть люди, которые именно берут уже заказы. Да, берут, да. Есть люди, которые пишут, осталось буквально пару дат в декабре, жду, там все очень занято, но вам окошко освобожу. Ну, погоди, ну ты считаешь, что вот такой человек, новичок, например, еще пока не очень умеется, он сможет сделать красивый снимок или все-таки... Любой снимок имеет право на существование. Просто для каких целей он сделан? Конечно, если, допустим, меня фотографирует, скажем, мой товарищ на сотру, я там, ух, там селфи, они веселые, к ним легко и относишься ты. Если человек сумел расположить, значит, будет хороший кадр. Не обязательно учиться там 500 лет, конечно, вот. Но, допустим, я, когда фотографирую свадьбу, вот в свадьбной съемке очень много составляющих. Портрет, репортаж, детали. Это детали платья, туфли, колечки, подушечки. Да, и надо снять все в условиях стресса большое, потому что кто-то там опаздывает, платье трет, туфли там натирают. У нас целый набор есть специальный для невест, там, от лейкопластыря до вот резиночки, где, чтобы все было прям идеально и чтобы ей максимально комфортно было. Подожди, а ты делаешь так, вот, например, идет процессия свадьбы, да, все свистятся? Стоп, 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 все свалились, да. Ну, конечно, нет. Нет? Конечно, нет, конечно. Так нельзя делать, да? Ну, нет, конечно. А ты посмотри, какая-то. Анютка вообще молодец. Я, конечно, не такой творческий человек, как Сережа, но... Нет, она на самом деле очень скромная, она на самом деле очень талантливая, просто это все у нее внутри, моя цель раскрыть этот потенциал. Да. И вздохну. Так, у меня почти все готово, сейчас сделаем заправочку, и сверху посыпаем педровыми орешками. И сервируем, да? Да, конечно, конечно. Салат с креветкой и руколой. Креветки отвариваем, чистим и жарим вместе с чесноком с двух сторон 3 минуты. Салат выкладываем слоями, сначала руколу, затем половинки помидоров, креветки, тертый сыр и кедровые орехи. Приправляем соусом из смеси оливкового масла, соевого соуса, сока, лимона и меда. Все, приятного аппетита! Фотографируешь в паблик? Да, это я сразу уже в инстаграме уже. Ой, как вкусно, я уже чувствую прям аромат. Соус получился очень странного цвета. На вид напоминает горчичный соус. Я предполагала, что он будет оранжевый, но потом поняла, что так как апельсин брали с мякотью, а если бы просто, наверное, выдавили апельсиновый сок, да, то он был бы более оранжевый и, правда, по виду напоминает горчица. Так, друзья, ну вот у меня как-то вот так получилось. Так, 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 так. Вот какая-то такая творческая, творческий такой беспорядок соус. Спасибо, спасибо. Пробуем. Первое, мне мясо очень интересно, как у нас получилось. В общем, странный по цвету соус оказался не так уж и плох. И очень даже хорош. Прям такие, они мясо, он такой прям как дико сладкий вкус или сладко-дикий. Сладко-дикий. Дикий-сладкий. Ммм, жалко, что зрителям нельзя стать кусочек. Погоди, а салат, а салат. И салат хорош. Ребята, какие вы молодцы. Вы знаете? Очень вкусно, да, кстати? Очень. Ребята, спасибо вам большое, что вы сегодня были у нас в гостях. Я хотела бы... Ну, мы еще не уходим, мы еще пока вот это не съедим, не будем уходить. Вы, конечно, оставайтесь, но сперва позвольте, я вам подарю подарок от нашего генерального спонсора. Группа предприятий Янты. Ребята, готовьтесь, аппетитов. Всего с вашим большим удовольствием, семьей. Вам хочу пожелать творческих успехов. Сережа, наикрутейших кадров, локаций. Будем стараться. Клиентов, прекраснейших свадьев тебе. Оговорился. Чтобы все у вас, в общем, ребята, получалось. Это была программа «Отведай». Увидимся. И сделаем селфи. Так, так, так. Камик, камик, внимание, работаем. Отлично. Носик, носик, выше носик, носик. Глазки, глазки, девочки, работаем. Отлично, спасибо. Как ты с ним живешь. Спасибо, ребята, большое. Субтитры подогнал «Симон»